Однажды в солнечный день. Однажды с самого утра появилось солнце. Сначала оно осветило только верхушки деревьев, потом позолотило кусты и траву. Потом утренний туман растаял, и ежик вышел из своего домика. — Доброе утро! — сказала ему травинка. — Доброе утро! — пробормотал ежик, умылся в рассе и отправился завтракать. Позавтракав, он снова вышел на крылечко, потянулся, пошел к широкой поляне и сел там под густым вязом. Солнечные зайцы водили в траве хоровод, в ветвях пели птицы, а ежик смотрел во все глаза и слушал. Пришел медвежонок, сел рядом с ежиком, и они стали смотреть и слушать вместе. — Как красиво они пляшут! — сказал медвежонок, чуть подвигаясь вправо. — Очень! — сказал ежик, и тоже пододвинулся, потому что солнечные зайцы понемножку уводили хоровод вправо. — Я никогда не видел таких крупных солнечных зайцев! — сказал медвежонок, и я подтвердил ежик. — Как по-твоему, у них есть уши? — спросил медвежонок, продолжая тихонько двигаться вокруг ствола за зайчим хороводом. — Нет! — сказал ежик, стараясь не отставать от медвежонка. — Думаю, нет. — А по-моему, есть! — сказал медвежонок. — И я так думаю! — согласился ежик. — Так ты же только что думал иначе! — Я люблю думать по-разному! — ответил ежик, перебирая лапами. — По-разному думать плохо! — сказал медвежонок. Они уже один раз обернулись вокруг вяза, и теперь пошли на второй круг. — По-разному думать! — продолжал медвежонок. — Это значит по-разному говорить. — Что ты! — возразил ежик. — Говорить можно одно и то же. И пододвинулся. — Нет! — сказал медвежонок. — Если по-разному думаешь, по-разному говоришь. — А вот и нет! — сказал ежик. — Думать можно по-разному, а говорить одно и то же. — Как же так! — возмутился медвежонок, продолжая двигаться и слушать птиц. — А очень просто! — сказал ежик. — Я, например, все время думаю о том, как хорошо сидеть под вязом и смотреть на солнечных зайцев. А говорю совсем о другом. — Как о другом! — возмутился медвежонок. — Мы же говорим о том, есть ли у них уши. — Конечно, нет! — сказал ежик. — Ты же только что говорил, что есть. — А теперь говорю, что нет, и тебе не стыдно. — Почему же мне должно быть стыдно? — удивился ежик. — Я же могу иметь свое мнение. Но оно у тебя разное. — А почему я не могу иметь разное свое мнение? — спросил ежик и пододвинулся. Пока он говорил, медвежонок не двигался с места, и теперь между ними образовалось порядочное расстояние. — Ты меня расстраиваешь! — сказал медвежонок и сел рядом с ежиком. — Давай молча смотреть на зайцев и слушать птиц. — Тьви-тьви пели птицы. — А все-таки лучше думать одинаково! — вздохнул медвежонок. Зайцы устали плясать и растянулись на траве. Теперь ежик с медвежонком неподвижно сидели под вязом и смотрели на заходящее солнце. — Зря ты расстраиваешься! — сказал ежик. — Конечно, у солнечных зайцев есть уши. И хотя ежик с медвежонком чуть было не поссорились, это был очень счастливый солнечный день. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!